Более 10 тысяч жителей Верхней Волжи приняли участие в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства в Твери области. Процедура отбора общественных территорий в рамках проекта формирования комфортной городской среды стала традиционной, проводится каждый год по всей стране. Программа была запущена в 2018 году по поручению президента и с каждым годом набирает популярность у горожан. Какие объекты начали благоустраивать в этом году и что хотят привести в порядок в следующем, жители Тверской области, об этом рассказывает наш корреспондент. Рейтинговое онлайн-голосование за объекты благоустройства в самом разгаре. На суд горожан в этом году представлено 58 проектов от 19 муниципальных образований. Свои голоса отдали уже более 10 тысяч жителей Верхней Волжи. Активность граждан отметила глава региона Игоря Руденя, отвечая на вопросы наших коллег в прямом эфире на телеканале «Россия-24». Вышний Волочок – это острова, там у них такой парк есть тоже, очень сильно поддерживают. Мы так интересуемся, смотрим, как это все продвигается. Город Торжок – это, если не ошибаюсь, фонтан в парке, они просят им сделать, тоже полностью поддерживаем. Ну и во всех других муниципальных образованиях, конечно, есть такие знаковые места. У нас это еще в столице Верхней Волжи, как Мигаловская набережная, также Ребеевское шоссе, тоже просят жителей очень дружно, коллективно сделать благоустройство. Жителям областной столицы предлагается на выбор 10 объектов для благоустройства в 2024 году. Среди них береговая полоса реки Тьмаки вдоль улицы Желябова и Тверского проспекта, организация мест отдыха в Бабачевской роще, сквер на улице Бабково и несколько участков набережной реки Волги. А на тех объектах, которые жители выбрали в 2022-м, уже начались работы. Уже началась работа, потому что это прошлогодняя и известная история улицы Трехсвятской в городе Твери. Там все будет сделано, как в нашей столице, гранит, малые формы архитектурные. Обращаюсь тоже к бизнесменам, у кого там есть здание, чтобы тоже с нами синхронизировали приведение в надлежащее состояние своих фасадов зданий и учреждений. Основная туристическая зона должны сделать в текущем году. Проект благоустройства Трехсвятской победил в общенародном голосовании в прошлом году. За него отдали голос более 4 тысяч горожан. Он рассчитан на два этапа. Соответственно, работы будут идти два года. Подрядчику предстоит до конца августа демонтировать существующее покрытие и малые архитектурные формы. А также планируется выложить новую гранитную плитку. Также здесь обустроят новую ливневку, высадят деревья, обновят уличное освещение. В общем, это то, чего ждут сами жители города от нового проекта. Жду, что будет более благоустроенная улица, потому что это главная пешеходная улица Твери и это очень важно. Она будет красивее, чем раньше, что будет здесь еще приятнее ходить летом. Наверное, больше отсылки к старой Твери. Какие-то такие именно наши тверские штучки. Когда полно зелени кругом, это интереснее намного. Хотелось бы, наверное, увидеть красивую обновленную улицу и чтобы сделали так, чтобы постоянно не переделывали. Что-то такое, чтобы прям приятно было походить. И вечером можно было походить, чтобы все светилось. С коляской, чтобы можно было пройти. И да, можно было бы что-то для детей тоже интересное. Если говорить о проектах, уже воплощенных в жизнь, то среди них Мигаловская набережная, открытая в 2021 году. Сквер на улице Хромова, сделанный на месте пустыря. В 2022 году было заявлено 90 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах. На 2023 год это только 75 общественных пространств. Какие объекты будут отремонтированы в 2024, пока неизвестно. Голосование продлится до 31 мая. Сделать свой выбор в пользу того или иного объекта может любой горожанин, достигнувший 14-летнего возраста.